Kodashop. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Kodashop ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, а платить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего АКа для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Мур, привет друг, это Зверько. Я отдохнул пару недель, недельку поболел и готовь вновь радовать тебя видео. Среди атакующих предметов произошли изменения, и был добавлен топор войны. А значит, стоит обновить топ атакующих предметов от худшего к лучшему. Давай прямо сейчас прожмешь лайк и подписку. Сейчас мы погрузимся в исследование. На этот раз будем измерять, с какой скоростью Бальмант будет разбирать Бэйна 15 уровня. Оба перса с магическими эмблемами. Я посчитал это достаточно усредненные показатели здоровья и защиты. Вдобавок, тест будет более точным, чем в прошлый раз. На этот раз я разделю критующие и не критующие предметы. Десятое место. Заняли Золотой Метеор и Бесконечная Битва. Они уничтожают Бэйна за 25,6 секунды. У Метеора 60 физической атаки и 65 физ. атаки у Бесконечной Битвы. Естественно, у этих предметов назначение несколько другое. Разница в 5 физ. атаки оказалась незначительна. Девятое место. Заняли Топор Кровожадности и Когти Хааса. 24,7 секунды на уничтожение. Оба предмета имеют 70 физической атаки. И естественно, для автоатакера топчик по вампиризму это Когти. Восьмое место. Разделили Злобный Рык, Удар Охотника и Клинок Семи Морей. У Рыка 60 физической атаки и 35% уникального проникновения. У Бэйна 72 физической защиты на 15 уровне. Но часть защиты Рык игнорирует, поэтому и занимает восьмое место. Удар Охотника имеет 80 физической атаки и 15 единиц проникновения. Что тоже частично пробивает защиту Бэйна. Ну и Клинок Семи Морей. Один удар у него усилен пассивкой. И предмет также обладает 15 единицами проникновения и 70 физической атаки. Все три предмета уничтожают Бэйна за 21,5 секунды. Седьмое место занимает Ветер Природы. Пускай он имеет всего лишь 30 физической атаки. Но плюс 20% скорости атаки сильно роляют. И поэтому Ветер опережает своих конкурентов и разбирает бойца за 20,8 секунды. Шестое место отвоевал Топор Войны. Недавно его ослабили и он теперь имеет 45 физической атаки. А набивание пассивки занимает лишних 7 секунд. Пассивка дает одновременный бонус к физической атаке и проникновению. Если гейма роется за поддержание стаков пассивки и вступить бой уже с 8 стаками, то результат конечно будет лучше. А так 20 секунд ровно. Пятое место на Золотой Посох. У него 65 физической атаки. Но вдобавок Посох дает плюс 15% скорости атаки. И ускорение каждого третьего удара автоатакой благодаря пассивке. Поэтому Бэйн гибнет за 18,1 секунды. Четвертое место занял очень полезный предмет. Трезубец. Тут и плюс 70 атаки, и плюс 25% скорости атаки. Для теста не важен, но важен для сборки. В пассивке есть антихил у предмета. Трезубец чуть быстрее Посоха и уничтожает Бэйна за 17,9 секунды. Наконец победные места. Третье место получает Каса Коррозии. Имея всего лишь 50 физической атаки, у нее есть плюс 25% скорости атаки. И бонус к скорости атаки в пассивке. Поэтому Бэйн разлетается за 17,7 секунды. Второе место. Конечно, занимает Клинок Отчаяния. Имея наибольшую физическую атаку в плюс 160. И бонус к урону, когда здоровье противника снижается. А разбор Бэйна занимает 16,8 секунды. И на первом месте, с огромным отрывом, оказывается Меч Охотника на Демонов. Имея каких-то 35 физической атаки и 25% скорости атаки, он своей пассивкой буквально сжирает врага за 11,4 секунды. Но это еще не все. Нужно определить места оружию с критами. У критующих предметов есть шанс на срабатывание крита. Получается, урон зависит от твоей личной удачи. Но можно вывести среднее значение. Для этого я сделал 5 запусков теста для Ярости Берсерка, Багрового Призрака и Говорящего Светром. И вот что получилось. Ярость Берсерка в среднем уничтожает Бэйна за 18,1 секунды. Словно Золотой Посох. И встает на 5 место в рейтинге. Так сложилось, что средние показатели Багрового Призрака и Говорящего Светром совпали. 16,3 секунды на уничтожение Бэйна. И все это благодаря их бонусам к скорости атаки. Скорость уничтожения быстрее, чем Клинок Отчаяния, но все еще медленнее Охотника на Демонов. Проблема этих предметов в низком шансе крита и пассивки, завязанной на срабатывание. Получается, многократно полезнее покупать пару предметов, чем один из них. Хотя фишка Горящего в скорости бега. Но вместе с тем он сильно поднимает урон автоатакеров. И результаты с критами заставили меня серьезно задуматься. Я и раньше был противником одного предмета на криты в билде. Потому что шанс 25% крайне мал для уверенной победы в личной схватке. А такие билды, где был один Берсерк, были и я думаю будут. Однако в этом видео сравниваем одиночные предметы без отступлений. В дальнейшем можно сравнить пары популярных предметов, если видео соберет достаточно лайков. Кстати, напиши в комментарии, какие пары предметов нужно сравнить. Проведенный тест показывает усредненный результат. Таблица, кстати, вот за скринью для себя. Поможет тебе собирать более удачный билд для любого героя автоатакера. Будь то стрелок или ближник. Но многие предметы ситуативны и полезны в разных ситуациях. Для того, чтобы разбираться, посмотри гайд по всем атакующим предметам, если ты еще путаешься в назначении вещей в нашей игре. Также рекомендую посмотреть гайд по предметам Роума на этом канале. И смешной ролик на втором канале. Ссылки ты найдешь в описании. А на этом все. Удачных боев, друг. И увидимся в новых видео.